всем привет очень рада вас видеть на своем канале и сегодня будет немножко нестандартный для меня формат это ежедневный макияж сразу скажу что крашусь я очень редко но если куда-то иду то у меня есть уже моя отлаженная схема ей около семи лет и крашу себя всегда примерно одинаково максимум меняют цвета стрелки может быть чуть цвет губ но все равно все очень нюдовое так что давайте начинать первым делом я наношу бальзам для губ от вилета он мне очень хорошо помог когда губы были обветренны и в общем я могу его смело рекомендовать очень хорошо увлажняет пальцами после рисуем брови и не ношу гель для бровей мне не очень нравится как вот выглядят такие зачесанные брови поэтому просто делаю их чуть-чуть чуть-чуть темней следующий шаг это нанесение консилера у меня от нарс тональником я не пользуюсь мне не очень нравится как он выглядит на лице и поэтому вот просто корректор и наношу я его на эти места и если вижу где-то точечные недочеты и также растушевываю это все пальцами я пробовала наносить кисточками но пальцами мне всегда нравится больше как будто выглядят естественней а и Смотрите продолжение в следующей части. Чтобы лицо выглядело чуть более загорелым, то у меня есть вот такая палетка от Пупа. Тут все базовые цвета. И я беру вот этот вот более рыжий и наношу его вот на эти зоны. И немножко на лоб. И моя любимая фишка – это наносить немножко на нос. И вот именно вот на эту часть. Итак, нос выглядит немножко меньше и создается впечатление легкого загара. Я обожаю румяны. И раньше, мне кажется, все мое лицо состояло просто из румян. Но сейчас я немножко снизила свой пыл. Стараюсь наносить их не так много, но они придают прям свежести лесу. И всегда выбираю более коралловые оттенки, чтобы тоже было больше ощущение того, что я загорела. И мне больше нравится наносить их не так, а скорее именно на щечки. Чтобы был такой здоровый, отдохнувший вид. Ну и просто, чтобы все выглядело более однородно, продукт, который остается, я наношу вокруг лица. Мне вообще нравится использовать минимум продуктов и как бы распределять их по всему лицу, чтобы было не так много цветов. И мне кажется, что вот потом это на лице выглядит более гармонично. Поэтому карандашом, которым я крашу брови, им же я делаю стрелки и им же я подвожу губы. Это, кстати, получается очень бюджетно, потому что мне нужно мало продуктов. И при этом мне гораздо больше нравится, как это выглядит. Поэтому тени я тоже делаю этой же палеткой, которой я контурировала лицом. И наношу его, как бы, грубо говоря, на все веко, но стараюсь немножко вытягивать вбок. Чтобы разрез глаз казался более миндалевидным, а не кругом. Те же самые манипуляции на втором глазу. Так же его вытягиваю. И больше всего мне нравится это наносить именно под глазом, потому что это как будто придает свежести. И мешки под глазами не так проявлены. И вот так вот тоже все это вывожу. И вот так вот это выглядит. Я вообще стараюсь всего наносить чуть-чуть, чтобы макияж выглядел относительно естественно. Так, и стрелки. Все тот же любимый карандаш для бровей. И вообще добавлю в описании под этим видео название всех продуктов, которые я использовала, чтобы вы могли посмотреть, что это такое. И техника у меня одна и та же. То есть стрелки я делаю очень прозрачными, чтобы они скорее просто вытягивали глаз. И еще я заранее извиняюсь, если будут слышны какие-то звуки. У меня все семейство в сборе. То есть вот глаз вытягивается, но при этом выглядит очень естественно. Это даже, наверное, скорее похоже на тени. Иногда, если я хочу сделать стрелки более темными, то у меня есть потрясающий карандаш, купленный три года назад, и стоил он 100 рублей. Офигенный карандаш, правда. И я вот так вот прохожусь просто как по трафарету. Вообще кажется, я странный человек, потому что я все делаю пальцами. Так, наверное, неправильно, но у меня так очень удобно. Потому что я как бы пальцами просто вытягиваю стрелку. Ну и выглядит это как-то вот так. Так, я больше люблю всякие коричневые карандаши, черным никогда не делаю. После этого мы берем тушь. У меня вот любимая от Maybelline лучше туши я не видела. Она так классно разделяет ресницы, удлиняет их, подкручивает. И она бюджетная, мне кажется, о ней уже много кто слышал. Я еще люблю немножко вот подержать ее в открытом виде, буквально там где-то минуту-полторы, чтобы она чуть подсохла, и тогда мне больше нравится, как выглядят на ресницах тушь. Да, я, конечно, никогда еще не красила ресницы в камеру. И совсем чуть-чуть наношу на нижнюю ресницу. И моя любимая часть. Обычно весь мой макияж это просто чуть подвести брови и накрасить губы. Опять мы берем мой любимый карандаш для бровей. Вот правда, мне гораздо больше нравится подводить губы карандашами для бровей, потому что когда ты выбираешь карандаш для губ, у них то розовый потом, то фиолетовый потом, то он какой-то оранжевый. А у карандаша для бровей вот хороший как раз коричневый оттенок, как я люблю. И сложно ошибиться, они почти все подходят. Ну, красивый же цвет. И растушевываем пальцы. Еще иногда, если я знаю, что мы идем в какой-то ресторан, на мероприятие, и это надолго, я там буду много есть, то я люблю наносить тинт для бровей, также на губы, и вот он держится всю ночь. Поэтому это тоже классный лайфхак. Ну и вот, что у нас получилось. Вообще макияж довольно легкий. И я люблю, когда кожа такая свежая, легкая, на ней нет особо тонального крема. Лицо выглядит отдохнувшим. Мы почеркнули глаза, и, кстати, даже вышло чуть-чуть солнце. Вот, поэтому как-то так. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам было, или полезно. И спасибо вам огромное за просмотр.